мы будем проходить между городами а также внутри городу и являться более экономичными несмотря на то что есть такие уже давно устоявшиеся наши конкуренты как метро также трамваи но и сам автомобильный в принципе транспорт но мы частично являемся и их конкурентами и также и мы помогаем потому что мы можем соединять разные ветки метро которые не могут быть соединены по каким-то условиям будто застройка будто еще что-то мы будем их объединять потом мы можем проходить через реки с меньшими затратами тем что мы будем вторым уровнем не надо будет копать никаких туннелей ничего остального уменьшается также наши затраты и по металлоемкости мы являемся очень экономичными в этом плане что достигается преднапряжение дело в том что в мире на данный момент никто не занимается и никто не анкерит такого рода сечения какие у нас то есть нашу дорогу мы проектируем сами поэтому уникальность любого узла анкерения неважно на любой путевой структуре какой вы здесь не увидели на этп или в арабских умиратах он уникален тем что нигде таких узлов больше нету просто потому что это абсолютно уникальное сечение и под него делается уникальным узлом кирения со своими требованиями на надежность на как я сказал на электробезопасность и прочее сейчас завершается работа над созданием обновленной концепции безопасности транспортного комплекса и там мы хотели бы предложить новую структуру централизованную в основном структуру управления где один центр управления занимается управлением всех объектов на каком-то достаточно протяженном участке или на всем транспортном комплексе если он не протяженный центральная система управления конечно сама будет иметь в своем составе несколько подсистем одна из них видимо это будет радио блокировка центр радио блокировки аналогичные тем системы которые эксплуатируются на железных дорогах на магистральных железных дорогах ну и множество автоматизированных рабочих мест в системе управления транспортным комплексом предполагается использовать и ряд интеллектуальных систем они будут заниматься составлением расписаний организации взаимодействия транспортного комплекса skyway с другими видами транспортных комплексов наша система позволяет располагаться не только на земле мы можем проходить по реке по морю и делать тем самым оффшорный какой-то порт вот где будет сделано место для погрузки разгрузки того же транспорта судоходного допустим который не на не надо ему будет заходить близко к берегу он будет разгружаться загружаться и уходить дальше море а весь грудь будет поставляться по нашему пути обратно на сегодняшний день в экс номер один из построенных транспортных комплексов это линия порядка протяженностью километра и она состоит из двух анкерных опор и напряженной путевой структуры по верхнему пути в экс номер один на сегодняшний день у нас имеется разработанное самоходное шасси высокоскоростного транспортного средства которое нам необходимо для опробирования и оценки наших конструктивных решений чтобы можно было в дальнейшем изготавливать опытный образец готовый для сертификации за счет того что у них скорости намного выше чем у обычных городских и грузопассажирских транспортных средств нам необходимо конструктивные решения данных транспортных средств закладывать более надежные безопасные решения более конкретные алгоритмы управления как самим транспортным средством так и комплексом время реакции на любую изменяющуюся обстановку она должна быть минимальной зачастую если высота не меняется то и энергии не должно никакой тратится энергия в транспорте тратится только на сопротивление воздуха и на сопротивление качению у нас экономия энергии достигается за счет отточенной аэродинамики корпусов наших транспортных средств но при этом скорости у нас выше чем у классических транспортных средств поэтому энергозатраты будут меньше двигаться с большими скоростями и обладать больше более высокими эксплуатационными характеристиками самое сложное в узлах анкерения это электроизоляция потому что как я уже сказал ранее никто не использует такие узлы никто не использует изоляцию таких больших нагрузках и речь идет не только о безопасности но и о несущей способности данного материала поэтому большая нагрузка конструкторская инженерная нагрузка кладется на компанию за счет того что многие испытания и цифры нам приходится подтверждать самим и узнавать пришлось над этим постараться пришлось поработать немножко в других специальностях открывать для себя новые инженерные горизонты но это интересно а а